Погода позволяет, работа в разгаре. Сейчас на аллее молодежи идет масштабная стройка, а уже к осени это будет современный благоустроенный объект. Здесь появится и фонтан. Большой пласт работы связан именно с его монтажом и заменой коммуникации. Безусловно, фонтан станет одним из главных украшений аллеи молодежи и наверняка будет объединять горожан всех возрастов, прогуливающихся по аллеям. Подрядчик этого объекта, общество с ограниченной ответственностью, «Астрогрупп» из Первоуральска, а заказчиком выступают и курируют процесс управления капитального строительства. Работа разделена на этапы, уже выполнены масштабные инженерные работы. По графику на лето были запланированы сети водоснабжения фонтана, канализации, наружное освещение, а осенью предстоит сделать ограждение тротуаров, озеленение, установить малоархитектурные формы. Сейчас подрядчик приступит к работам по демонтажным работам в той части. Хотелось бы, конечно, видеть работы по прокладке внешних электрических сетей от подстанции, но пока подрядчик у нас не приступает, оформляет документы. Напомню, в 2019 году до 1 ноября на аллее молодежи должны завершить все работы. Но это лишь первый этап масштабной реконструкции объекта. Его стоимость составляет 48 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Работы ведут от переулка Первомайский до пешеходного моста. В следующем году будут реконструировать уже следующую часть аллеи молодежи. Этот объект давно требовал серьезного ремонта, ведь аллеи пятый десяток лет, а серьезной реконструкции не было. Да, фонтан самый большой, важный объект, но и все-таки благоустройство. Не хотелось бы выполнять эти работы уже, соответственно, с началом зимнего периода. Со всей строгостью будем следить за темпами работы. Следующий адрес, который посетила комиссия – Мамина Сибиряка-3. Этот уютный двор в старой части города скоро заиграет новыми красками. На условиях софинансирования жильцами общий объем работ составляет 1 миллион 369 тысяч рублей. В стоимость входит расширение и ремонт подъезда, замена бордюров, установка скамеек, восстановление газона, устройство дренажной системы, детской площадки, расширение пешеходной зоны. Сегодня степень готовности 70%. Однако возник вопрос, связанный с дополнительными работами на участке, который не относится к придомовой территории. Уровень асфальта вот этой дорожки, вот они, 5 сантиметров. То есть оно как бы просится сделаться здесь новый асфальт. А эта территория не дома. Этот вопрос не останется без внимания. Его проработкой в дальнейшем займутся эксперты. За ходом работ наблюдают и сами жильцы третьего дома по улице Мамина Сибиряка. Я доволен. Были изначально недоразумения, недоговоренности, но мы это решили. По-моему, идет все по плану. Фурмана 18. Жильцы этого дома долго страдали от отсутствия парковочных мест и очень узкого проезда. Сейчас проезжую часть расширили, установили карманы для парковки, заменили борты, подготовили площадку под детский игровой комплекс, который придет чуть позже. На сегодня работы выполнены на 70 процентов. Однако не обходится без трудностей, которые иногда создают жильцы соседних домов. Не убирают автомобили, затрудняющие проезд ремонтной спецтехники. Цель нашей комиссии – это контроль. Выслушиваем, какие есть проблемы для того, чтобы подключиться, порешать, помочь. Как мы слышим, управляющая компания сегодня уже говорит, да, необходимо проводить работы, а стоит транспорт, который жители не убирают. Поэтому здесь все-таки просьба к жителям отнестись к пониманиям. Всего этим летом работы по благоустройству проведут в 11 дворах. А это 17 домов, которые приняли участие в муниципальной программе на условиях софинансирования. Некоторые дома объединили усилия, чтобы отремонтировать свои дворы и сделать их современными, красивыми, комфортными, а главное – безопасными. Анна Акрамова, Павел Сизов, Новорайская вещательная компания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова